Запад рассчитывал, что Россия ровно через 2-3 месяца после начала операции не заходит. Сейчас Корея и Запад имеют огромные социальные проблемы, чем мы. Если мы ловили грубо, мы бы уже взяли бы Украину и стояли бы на западных границах. Не было бы этих городов, населения, не было бы. Они были бы стерты. Фактически основу ВСУ ныне составляют резервисты, люди, не имеющие подготовки. И «Хаймарс», и «Гаубит-777» — эти системы оружия ничего собой выдающегося не представляют. Запад, объединенный Запад, к славянам относится как к лишним существам на планете. На каких условиях возможен мир сейчас? На Украине сейчас возможен почетный мир на Украине после полного освобождения территории. Константин Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Первое, что попросил бы вас сделать, это оценить в целом положение дел в районе проведения спецоперации. Ваши оценки, ваши видения, ваши взгляды. Задача разгрома крупнейшей группировки наиболее боеспособной группы ВСУ, которая находилась на 24 февраля на юго-востоке Украины, завершена. Поэтому эта группа разгрома нет. Боеспособных частей, располагающих потенциалом, который имелся у этой, хотя бы у частей этой группы, которые имелся в этой группировке, у ВСУ сейчас нет. Уничтожена подавляющая часть наиболее боеспособных кадров Украины. Либо уничтожена, либо они получили ранения и, так сказать, не могут погнуться в строк. Фактически основу ВСУ ныне составляют резервисты второй и третьей волны, по преимуществу людей, не имеющие подготовки, не имеющие ни морально-психологической, ни идеологической основы для серьезной борьбы. Фактически сегодня в основе напротивления лежит простой страх. Потому что там имеются загрязные отряды, угрозы репрессий в отношении семей. Эти все вещи, они заставляют людей сражаться. Далее. Система укреплений, которая готовилась 8 лет, которая находилась в этих районах Донбасса и Луганщины, она, в основном, остались лишь отдельные точки, типа Акдеевки, Маринки, но и тоже будут в ближайшее время сетки. Значит, остается только лишь вот теперь спешно спортоваемые в районах Краматорска, в районах Славянска, Северска, укрепрайоны. Ну и из-за этих укрепрайонных полевого типа, которые не обладают достаточной боевой улетучивости по отношению к огневому воздействию со стороны России. Поэтому сейчас генерал-армия Шой и министром Борода поставлено начинать наступление на Запад более высокими темпами. Какие основные направления этого наступления, видимо, предполагают, исходя из характера дневного воздействия на противника? Первая – это Южная, по линии Херсон, Николаев, Одесса, с выходом на Турнинский поле. Вторая – Центральная, это Славянск, Краматорск, далее Дикопетровск. И Северная – это Харьков, далее Тумы и Чернигов. Вот примеры такой вот наступления к мути. Слово-давнагиев далее. Сейчас я должен отметить еще один важный момент. В целом ряде средств массовой информации, ряд экспертов говорят о том, что эта война якобы артиллерийская. То есть вернулись даже, говорят, что вернулись с людьми первой мировой войны, когда все решало силами артиллерии. Я должен, значит, опровергнуть подобное заявление, потому что это не так. Ну, во-первых, воздействие на противника считается на всю глубину стратегического построения, брокировки вооруженных сил в крае, то есть вход до западной границы. Удары относится высокоточным оружием и авиацией. Во-вторых, значит, авиация активно и очень активно работает. Но авиация использует исключительно высокоточные средства поражения. Классические фугасные бомбы в этом случае не используют. Причина очень простая. Нам нельзя допустить разрушений, маломальски серьезных разрушений. И минимизировать эти разрушения гражданской инфраструктуры. Минимизировать потери гражданского населения. Потому что это то население, которое мы освобождаем. Мы могли бы сейчас очень легко силами дальней авиации, силами стратегической авиации, буквально за час, за 20 раз и за земли города, потом эти руины брать. Это сопровождалось бы чудовищными жертвами среди мирного населения, которые измерялись мы не десятками, не сотнями, а сотнями тысяч. Поэтому мы это не используем. В этих условиях мы вынуждены использовать переграмму. Естественно, авиация использует высокоточное оружие для точного поражения целей и минимизации потерь. И вот, соответственно, для ударов по укрепройку, которые находятся тоже в заградской строй, стараются использовать преимущественно артиллерии. По той простой причине, что артиллерия позволяет боеприпасами небольшой мощности, калибра 152 мм, 50-килограммовые снаряды, обеспечивать поражение назначенных объектов с минимизацией разрушения гражданской инфраструктуры. Так что подобные заявления не соответствуют действительности. И это четкая стратегия поведения наших вооруженных сил, которые будут дальше соблюдаться. Это не значит, что, как некоторые эксперты говорят, некомпетентные эксперты, они не эксперты, эксперты в кавычках, что наша авиация не имеет господства возраста. Мы имеем 100% господство возраста. Но, имея это господство, мы не можем в полной мере реализовывать конца нашей авиации, поскольку мы стремимся исключить или минимизировать потери гражданского населения и гражданской инфраструктуры. И поэтому применяем исключительно высокоточное оружие. Вот. Ну и потом еще важный момент. Высокоточное оружие, которое применяют авиации, оно достаточно дорогое. Оно используется, имеется у нас в достаточном количестве, но все равно снарядов, артиллерий, которые были созданы, запасы огромные, еще в советское время, куда больше. Поэтому в этих условиях нам выгоднее использовать снаряд, с точки зрения даже экономики, из артиллерийских снарядов, нежели применять заготочные боеприпасы самолетов, которые, конечно, каждый из которых стоит измеримо больше, чем даже сотни выгодных снарядов. Вот эти образцы западных вооружений, в том числе американских, могут ли они, в принципе, повлиять на ход событий? Или это уже, ну вот как буквально вчера заявил министр обороны Украины, что они готовы тестировать все образцы западных вооружений, тестировать у себя, ну а фактически на себе, получается? Ну, во-первых, и Хаймарс, и Гаубит-777, М-777, эти системы оружия ничего собой выдающегося не представляют. У Украины были куда более мощные системы оружия, например, только СМЕРС, почему были, потому что уже все уничтожили, которые и по дальности, по дальности, примерно, соответствуют Хаймарсу, лучшей самой современной ракетой, вот эта вот ракета, которая имелась, яйнодерактивная система, выдающая дальность, которая имеет дальность боевого спец километров. СМЕРС, и дальность советовала СМЕРС, той версии, которая имелась на Украине, имела дальность страды 70 километров. Но у СМЕРСа 12 направляющих, и боевая часть каждой ракеты весит 250 килограмм, а у Хаймарса только 6 направляющих, и правильная часть весит всего 90 килограмм. Поэтому по боевому потенциалу можно считать, что вот Хаймарс, именно как РСЗО, вот, он примерно соответствует, что один СМЕРС, соответствует трем-четырем по потенциалу тре-четырем Хаймарсам. То есть Хаймарс ничего особо особенного не представляет. То же самое можно сказать и про гаубицу М777, она по своим баллистическим характеристикам полностью соответствует нашей гаубице М100Б, которая имеет в Украине большую количество. Единственное достоинство американской гаубицы это ее небольшой ем. Наша весит 7,5 тонн, американец весит 4,5 тонн. В любом случае нужен тягач для того, чтобы его баллист переместить с одного места на другой и вывести из-под удара. Ну, естественно, время свертывания американской гаубицы несколько меньше, чем у нашей. Но у нас другой путь развития. Мы приоритет на самоходные гаубицы, в которых проблема с развертыванием и свертыванием, которые характерно локсируем, астанины разводить, и так далее, не стоит. Интересно, конечно, представляют орудия Тезарь и польский краб. Польский краб – это комбинация ходовой части немецкого танка «Леопард» и башни от английской самоходной ручки. Польский «Цезарь» – это французская пушка большой дальности. Она способна бить на 50 км. На 50 км бьет наша пушка 203 мм, которая тоже еще имеется на достаточно количестве. Называется «2-7» и он 203 мм имеет дальности такой. Поэтому принципиально поставки этого оружия никакого влияния, существенного влияния на вход в боевые действия не окажут. Тем более поставляются они в небольших количествах. Что касается ракеты «Атакмс», которая будет поставлена на Украину. Начнем с того, что ракеты «Атакмс» имеют несколько модификатов. И самая современная из них, которая имеет высокую точность попадания, это 10-20 метров среднеквадратического отполнения, несколько больше, чем у нашего «Искандера», имеет дальность 270 километров. Почти в два раза меньше, чем дальность нашего «Искандера». Более старые модификации имеют большую рассеивание техническое, измеряемое модификации от 150 до 200-300 метров. «Искандера». подразумевают, что их надо применять для стилля по защитным целям. У них дались тоже большие пределы этих ракет от 150 километров до 300. Конечно, в большом количестве такие ракеты вряд ли будут поставляться, но даже если они будут поставляться, они также существенного влияния на действие не окажут. Потому что на Украине есть ракеты, тактические ракеты ТОПКУ, мы их пополнись не подставляем, уничтожаем в воздухе система противоракетной обороны, театр военных действий в России подставлена хорошо, как показывает опыт ведения боевых действий. Точно так же справятся и с этим ракетным атаком. А вот то, что они попытаются использовать, если они будут подставлены для оказания давления на социально-политическую обстановку в России, на социальную сибирь, это факт. То есть они будут пытаться наносить удары по российским городам. Это вполне важно. Либо они будут наносить удары по тем городам, которые на Украине, которые давно уже навозят под нашим контором, и это будет там дестабилизировать все по-моему. Поэтому я думаю, что вот эти ракетные, которые будут здесь не будут поставлены, они будут использоваться для решения задач попытки нанесения удара по Москве, Крымскому, по отдельным объектам Крыму. В чем это могут быть объекты военно-морского флота, например, по предприятиям военным могут быть нанесены удары, могут быть нанесены удары по живым районам без проблем. Могут быть попытки нанесения удара по приграничным городам России, в том числе и тех, которые находятся уже даже на определенном существенном удалении от границ, таким как Курск, Белгород, Воронеж, Ростов, датом, если не появятся эти ракеты. Их применение будет направлено на дестабилизацию ситуации, социально-политической ситуации в районах, которые находятся под нашим контролем или на территории России. Вообще, надо четко понимать, что вот эта вся война, которая затеяна на Украине со стороны Запада, их западные санкции, информационная война, они все преследуют единственную цель, организовать Россию социально-политический взрыв. И сменить действующего президента Путина на президента и фигуру, которая будет лояльна за Вот весь смысл всего, что они сейчас затеют. Поэтому удары по живым районам, удары по приграничным объектам в России, это главная составляющая часть вот этого всего конфликта. Но ведь уже понятно, что эта цель недостижима. Российское общество в общем-то показало себя сплоченным в этом вопросе. Значит, это расчет на то, что, ну, во-первых, начнем с того, что Запад рассчитывал, что Россия ровно через два-три месяца после начала операции не запросит. Сейчас Корея и Запад имеют огромные социальные проблемы, чем мы. Во-вторых, они рассчитывали, что вот такими ударами они все-таки могут вызвать какие-то вот такие вещи. их расчет. Ну, надо понимать, что, во-первых, эти ракеты, они будут уничтожаться в силу вести противоракетной обороны. Но если даже какая-то и долетит, то это скорее озлобит и консолидирует российское общество, нежели посеет смол. Больше складывается впечатление, что они просто вычищают территорию, чтобы там просто никого не было. Да, это все так. Надо понимать, что мы вынуждены действовать предельно аккуратно. Потому что мы можем легко уничтожить все вот эти объекты. Легко. Но вместе с ними погибнет население. Вот сегодня приходит очередная информация, что города организуют опорный пункт. Естественно, мы можем опорный пункт раздолбать лед. Одной пунктной бомбой весом тонны полторы, а дома ничего не останется. И они там погибнут эти самые боевики, бойцы его всего. Но вместе погибнут 300-400 человек мирных граждан. Мы говорим о том, что в результате 300 выпущенных снарядов погибло 1-2-3 человека. И это трагедия. А для того, чтобы уничтожить такое орудие, размещенное в жилом секторе, придется пожертвовать двумя-тремя сотнями человек. Это упустимо? Я думаю, что нет. Если мы лаяли группу, мы бы уже взяли бы Украину и стояли бы на западных границах. Давным-давно. Правда, не было бы ни Северска, ни Северодонецка, ни Марьинки, ни Абдеевки, не было бы Лисичанска, не было бы этих городов и населения. Городов этих не было. Они были четвертые по земле. У нас имеется 15 группировщиков стратегических рублей, чем 40 тонн бомб. Это 80 угасных авиа. 15 умножаем на 80. Сколько это получается? Это получается 1200 килограммов килограммов. 600 тонн. Что будет? Города в Лисичанске? Если на ковром бомбометании свалится 1200 килограммов. Ничего нет. Нет населения. Нет защитников из Лисичанске. Можем это действовать? Нет. Но для такого удара два часа. Через два часа нету Лисичанске. Вместо того, что вариантов недели. Ну вот сейчас вспоминаю слова профессора Евстафьева. Не так давно мы обсуждали примерно эту же тему. И он в этом отношении говорил о разности подходов. Для нас, для россиян, для белорусов, люди, которые там живут, в этих городах, Лисичанск, Славянск, Краматорск, вообще на Украине это люди. И мы относимся... Где наши любители? И мы относимся к ним как к людям. И мы испытываем эмоции. Пусть не всегда положительные, иногда негативные, но мы эмоционально их воспринимаем как людей. А для тех, кого мы называем коллективным Запад, это юниты. Запад, объединенный Запад, к славянам относится как к лишним существам на планете. Вот надо хорошо понять. Я же был офицером демштаба когда в 2015-го года. Еще тогда мы все говорили, что мы это мои коллеги по генеральному штабу, что Россия это территория, которую нужно завоевать и освободить от населения. Иногда у них это прорывалось, они повторяют, что достаточно населения России 50 миллионов человек. речь говорили, про 40 миллионов человек. То есть они нас рассматривают как животных, которых надо убить. И это не потому, что мы коммунистические были, строили социалисты, или мы строили монархи, или мы сейчас живем в обществе капиталистического. Это было при царе, это было при коммунистической партии, это было сейчас. Для Запада мы враги, для Запада мы подножный корм. И мы должны четко понять. Да, Россия это боевой корм. И пришло время, когда России нужно гнивую башку Запада разбить боевым копытом, как гнивой арбуз. У Запада менталитет людоедский. А почему? Почему так сложилось? Мы же пытаемся смотреть на них широко открытыми глазами. Мы предлагаем все время какую-то дружбу. А в ответ... Широко открытыми глазами через остекление оптического предвела. Это правильно. Вот так на них надо смотреть. Тогда будет все хорошо. Они понимают только это. Почему так получилось? Это сложилось исторически. Это сложилось исторически. во-первых, начнем с того, что Запад это Римская империя. Самая, наверное, людоедская империя за всю историю человечества. Ведом за ней, переняв все эти традиции, туда пришли те, империю родгромили. Это дикари. Вот этот бешеный котел, который там крутился, он занимал небольшую площадь. И у них между собой постоянно два драка завыживать. В этой драке выживали наиболее дикие, оголтелые, наиболее беспринципные. Потом наступила чума. эта чума выжгла тех, кто был, скажем так, более-менее человече. Поскольку людоеды, они сидели в трепостях, вот сидели в городах и выживали за счет других. Из-за этой чумы Запад вышел настолько агрессивным, что, наверное, такой цивилизации на планете не существовало. Началась эпоха географических открытий, когда Запад запутил свои грязные лапы во все страны мира и уничтожил целые цивилизации Латинской Америки, Северной Америки. Полностью уничтожил. Геноцид Запада, который сверх живет Запад, он фантастичен. Уничтожены целые цивилизации. На всякий случай, Россия, когда распространялась на восток, ни одной цивилизации, ни одного народа не погибла. Они все сохранились. И живут до сих пор, между прочим, со своим языком. А в Соединенных Штатах до сих пор существуют резервации. Там живут индейцы, коренное население. Ну, то, что осталось, это индейцы. Давайте так. Запад породил самые диди учения. Нацизм, фашизм. Запад породил Константин Герия. Не Гитлер, нет, не Гитлер, Великобритания, которая загоняла в Константин Герия детей, там, женщин и стариков во время Афгурской войны на юге. Запад породил чудовище пустынской компании, которая за пять лет ради выколачивания денег уничтожила 25% действованных седей. Запад породил чудовище этой пустынской компании, которая уничтожала в массовом порядке, сажая на наркотики китайская миссия. Везде, где приходила Россия, людей спасала. Вот в чем стоит. За всю историю. За всю свою историю. Поэтому Запад, это западная цивилизация, это самое преступное людоедское сообщество, наверное, за всю историю человечества. Конечно, они разнесли огромный вклад в технологическое развитие, но духовно они пришли к тому, что мы имеем сегодня. А сегодня мы имеем, ладно, вот эти имеем, полный отход от христианства, полный возврат самых диких верований языческого толка. И мало того, что дело идет самым диким формам развратом. Но сейчас дело доходит даже до того, что сокращение численности населения планеты деньга возведено как главная цель западной цивилизации. Беларусь своим присутствием, проявлением готовности ответить на любую агрессию, как мне кажется, тоже очень играет большую роль. Вообще, ваша оценка положения Беларуси, стратегического положения Беларуси? Если говорить о военно-стратегических аспектах, то Беларуси играет одну главную задачу. Самая главная задача состоит в том, что Беларуси создает угрозу для Польши. У Польши имеют четыре боеспособности ДИПД, даже с теми раздвертыми, которые мы провели. И в этих условиях именно Беларуси резко нищий масштаб связи на Польшу в конфликте на Украину. Сколько нависая над Польшей, она заставляет поляков выдержать силы подавляющей количества для сдерживания белорусского давления на Польшу, то есть белорусский военный облок. В этих условиях мне остается в последние контингенты придется 20 тысяч человек, которые могли бы бросить на Украину. 20 тысяч человек, конечно, считайте такая две полнокровные дивизии, но на фоне российских союзных войск Россия «Тенгер Ломер» в большей сумме располагают до 180. Понимаете, что 20. Тем более, что современного вооружения у поляков нет. Западе дает корочество. Так что все, говорят, вот это главная вопрос. Ну и плюс к тому, конечно же, если вдруг начнем на военное отражение полномасштабных конфликтов, все силы и Белоруссии, и Россия выявятся и там, и там, и в России. Белоруссии не проводят подготовление за вооруженным силам. По-настоящему надо, если Запад и Крестан подмасштабные войны. Я думаю, они сейчас не решатся, потому что у них нет марок с полицей войны. Не готовы к лице французы мобилизации вести боевые действия обшавлены. Народом этих стран понятно, что все их тяготы происстегают не от России, которая такая зла вреда, а от их собственных правительств, которые заблокировали поставки Российского и Россия заблокировали поставки грандов. А правительство Германии и Франции, и друг страны. НАТО заблокировали поставки продовольствия и энергоносителей на территорию Европы. И они, конечно, не готовы к Польше. Серьезные угрозы нам составить не может. Да и не полный мерь поляки так масштабно воевают. Ну, там зато такие иногда звучат веселые, я бы сказал, заявления, что даже сами поляки удивляются, что 40 миллионов поляков готовы стать под ружье и защищать свою родину от российской агрессии. Найти сначала надороссийскую агрессию в сторону Польши раз, но и сами поляки говорят, а где нас 40 миллионов, мы что-то не очень понимаем. Но это так уже. 40 миллионов они, конечно, не соберут, но даже если не соберут 20 миллионов, чем они их вооружат? это же вы понимаете, что это должны быть и дети-старики тогда пойти просто воевать. Ну, и женщины, да. Это кучечное мясо, которое будет очень быстро уничтожено. Кого призывают в терроборону на Украине, они своими деньгами скидываются на бронежилеты, например, на какие-то аптечки. Ну, просто потому, что им этого ничего не дают, а выжить-то хочется. и чтобы хоть как-то себе помочь, они просто сбрасываются, где-то кто-то помогает. Нет, ну, понимаете, для того, чтобы вести хорошее доверение, вести боевые действия, нормальные боевые действия, то нужно для этого иметь соответствующие силы и средства. То есть, нужно иметь тяжелый бронетит, артиллерию, но мало поставить пушку. Надо еще иметь возможность обеспечить наведение этой бурки. У них станции артиллерийской разведки нужны. Нужны станции, вернее, средства ведения оперативной тактической разведки, которых у них нет. То есть, вот эти беспилоты, которые посылаются, они моментально уничтожаются. У них нет возможности вести разведку. Выявить, куда надо бить этой пушкой. Поэтому они бьют, в чьи-то степень, по городам еще. Потому что просто нет данных, куда бить по войскам российским. и войскам ДНР. Если где-то им удается получить целеуказание, тогда им удается успешный удар. Но это редкость. Да, им накидали вот этих самых гранатометов англо и аджавириан. Но даже толком не проверили подготовки по их применению. Вот чем суть? Не проверили по их применению. Поэтому вот так. Сейчас я слышу очень часто разговоры. Вот, значит, насыщенность противотанковыми средствами, это вот такие некоторые эксперты лично такие глупости несут. Значит, насыщенность противотанковыми средствами не позволяет существовать танковые прогреты. Ребята, проснитесь. танковые прорывы осуществляются в тех случаях, когда есть сплошная линия обороны и нужно в поле осуществить прорыв. Ну да, тогда совершаются танковые прорывы. Обрабатывается перед леденкомат, подавляется система противотанковой обороны, противоприкотной обороны, потом идут хронитехники осуществляют прорыв в стык. А когда оборона строится на принципе защиты городов, было, скажем, из этих горлов, короткий куда, то, простите, куда прорываться танками. В годы Великой Отечественной войны это интересная вещь, рыбалка. Знаменитый командир, когда я предложил взять танки, мы сказали, я город обойду, потому что все танки мои в городе пошут. У нас был первый прорыв, у нас первоначальность была, так решалась задача. У нас были темпы наступления, первую неделю были сумасшедшие, они измерялись десятки километров в день, мы вышли на западные границы Киева, все сделали. Потом нужно было решить задачу разгрома главной ударной группировки, которая съедела в укреп района. Какие танковые прорывы? Танки в этом случае используются подвижные огневые точки обеспечения действий пехоты. Вот эти ребята получили, почему очень много захвачено жевелия? Их захвачено несколько сотен. Ну, что использоваться толком-то не умеют, да. Они получили инструкцию бумажную в виде 280 страниц на английском тексте. Представляете, в бою работяга с какого-нибудь любого получает жевелин, а к нему инструкция на 280 страницах, как его применить. Исходя из той аксиумы, что любая война, ну, так или иначе заканчивается миром. На каких условиях возможен мир сейчас? В Украине сейчас возможен почетный мир на Украине. После полного освобождения территории Украины. В противном случае, если останется хотя бы обрезать этой Украины, он все равно не прекратится. Минские соглашения показали, к чему это приводит. Нимские соглашения. 8 лет непрерывной стрельбы, несмотря на вроде как мирные соглашения правильные Минские заключены. Полное освобождение и уничтожение нацистского режима. Полное уничтожение нацистского режима. С пройдением международного трибунала над военными нацистскими преступниками. Включая первым главным главарем Зеленского. Порошенко. Вы дали по списку. Главное, чтобы хватило политической воли. Спасибо вам большое за это интервью. Будем надеяться, что нашим лидерам хватит мудрости и понимания ситуации, и в том числе проведения какого-то будущего, чтобы то, что есть, завершить правильно. Я уверен, что так и будет. И эта гражданская война закончится победой. наш президент Путин, президент Лукашенко это будут теми людьми, которые будут вспоминать так же тепло, будут считаться образцами. мудрости мудрости Продолжение следует...